Итак, доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, извиняюсь за небольшое опоздание. Но, значит, мы продолжаем изучать Кертьевод. Всем доброе утро. Hello, bonjour. И сейчас, пока все собираются, шалом Дюрни, Анастей Давидов. Все. Яков Шатарин смотрит нас. Все, мы все собираемся. И сегодня очень интересная Мишна. Сегодня очень интересная Мишна, как и всегда. Нет Кертьевод неинтересных Мишна-Йод. Есть непонятные, знаете, когда человек говорит на что-то, это неинтересно, да? Это не значит, что это неинтересно. Это значит, что у него не хватает интереса проникнуть в суть какой-то вещи. Потому что, в принципе, если мы посмотрим на любой аспект реальности, на абсолютно любой аспект реальности, он может стать интересен. То есть вопрос не в объекте, а вопрос в том, кто на этот объект смотрит. И это очень интересно, что тот, кто смотрит на объект, он влияет на объект. То есть это известнейшее очень правило есть. Известное правило в экспериментах, что тот, кто ставит эксперимент, он влияет на исход эксперимента. То есть это, ну, как бы научный такой факт. И второй научный факт, это тоже доказано, что закон плацебо. Есть такое плацебо, это когда используют, испытывают лекарства, то дают пустышку, там есть, ну, это называется плацебо. Так вот, плацебо действует примерно в 50% случаях, минимум, от настоящего лекарства. А иногда бывает, плацебо действует лучше, чем настоящее лекарство. Потому что человек, когда верит во что-то, то это является определяющим фактором во всем, что с ним происходит. Поэтому если кому-то неинтересно, то это значит, что он неинтересный человек, скорее всего, да? То есть он, потому что если мы возьмем маленького ребенка, да? Маленького ребенка, и ты даешь маленькому ребенку бутылку с водой, пустую бутылку там, или просто пустую бутылку без воды, ему уже интересно с ней играть. Он с ней придумает 150 игр, как ее использовать. А взрослому человеку ты показываешь весь мир перед тобой, и он говорит, мне неинтересно. Я типа, я все знаю уже, да? Все познал, все постиг. И это самое, мне неинтересно. Хорошо. Значит, поэтому любая мишна-квертья вот интересная, потому что, например, вот, я сейчас читаю, вот тут вот есть там всего лишь три комментария. это Рамбам, Раши и Рабейну Йона. Это все решением. Они жили тысячи лет назад, то есть их, они знали всю Тору. Их постижение, их ума, оно было невероятно, вообще просто невероятное, да? Рамбам, Раши написал комментарий на всю Тору, вообще. Рамбам написал, Мишна Тора, это Тру там, ну, то есть вообще, это были нереальные люди, которые, которые, их уровень постижения реальности был просто вообще глубина. А вот Любович из Теребы, например, да? Любович из Теребы, он один вот такой комментарий написал на Пертьявод. Это вообще, то есть это настолько, настолько еще более детально он разбирал, и совершенно он нашел другой, совершенно у него уникальный метод. Он увидел в Пертьявод, абсолютно такую свою линию, и эта линия, она прослеживается, то есть он каждую Мишну объясняет со своей точки зрения, со своего подхода. Хорошо, значит, сегодня у нас Мишна, интересно очень, она, четвертая глава, четвертая глава. В прошлом Мишне мы изучили, что каждый, кто почитает Тору, его тело будет почитаемо созданиями, то есть это очень такая, интересный взгляд, который показывает, насколько все взаимосвязано в этом мире, и насколько мир идей, он взаимосвязан с миром материальным. То есть насколько идеи, да, это интересно, что тот мир, в котором мы живем сейчас, все вместе, да, это следствие идей каких-то особенных личностей, которые своими идеями сумели сдвинуть мир в каком-то направлении, да, то есть были личности, которые там со знаком плюс, со знаком минус, но были личности, тот же, например, Горбачев, да, который, или там Рейган, который объявил Советский Союз империям зла, и империя зла, и сделал своей личной целью его разрушить, да, Советский Союз, и прям реально, он, он все прилагал усилия свои мысленные и физические для того, чтобы разрушить СССР, а потом Горбачев, он ему помог, например, да, и все, а потом пришел Ельцин, который тоже ему помог, отлично, значит, и каждый из нас следствие своих же мыслей, которые мы думали вчера, а будущее каждого из нас это следствие тех мыслей, которые мы думаем сегодня, то есть человек, вот он думает какую-то мысль, да, мне скучно, то есть он просто эту мысль подумал, это не факт, что ему скучно, это он просто сделал такое, как себе, как сказать, сценарный план, мне скучно, он себя поставил вот такую, какую-то идею, мне скучно, сказал он, и что, казалось бы ничего, и оттуда начинает вырастать, вырастать целый ряд последствий, целый ряд последствий, потому что если мне скучно здесь, значит, я начинаю искать что-то, где мне не скучно там, Может же такое быть последствия? И человек начинает сразу смотреть куда-то, ну, совершенно в другие стороны, области и так далее. А если человек себе говорит, мне скучно здесь, и я найду, чтобы мне было весело здесь, я сейчас буду веселить себя, я буду сейчас искать интерес, я буду сейчас искать новое хобби, я буду искать сейчас с кем пообщаться и так далее. Валерий Палагни, шалом, Калуш, Ивано-Франковская область. Кто был в Ивано-Франковской области? Да, я думаю, большинство даже не слышали про город Калуш. Калуш, ты слышал? Вот Давид говорит, да Калуш, ты что? Говорит, как ты думаешь? Ну, вот он знает про Калуш, а больше никто не знает. Вот давайте в Калуш съездим, если кому скучно сейчас жираться. Хорошо, давайте возвращаемся к Мишне. Сказал нам Раби и Шмойль, он сказал так. Значит, Ахусех Ацмо Минадин, тот, кто себя останавливает, ограждает себя от суда, от суда. Пурек Мимена, он себя сбрасывает, Ива, Ива это, Ива это вражда, он себя сбрасывает вражду, в Эгазель, и сбрасывает с себя грабеж, в Эшвадшав, и сбрасывает с себя пустую клятву, лже-свидетельство, лже-клятву. Значит, давайте я все мишну, а потом мы разберем. В Эгазли Боба Ураа, а тот, кто угрубляет свое сердце в Урае, это в обучении Торы, в обучении. Шуте, он дурак, он дурак, раша, злодей, в Эгаз-Руах, и грубиян. Так сказал нам Раби Шмейль. Давайте еще раз. Значит, он говорит так. Человек, что такое ДИД, да, суд? Человек все время кого-то судит. Но мы обычно судим друг друга непрофессионально. То есть мы друг друга судим непрофессионально, целыми днями человек чем занимается? Ты хороший, ты плохой, я хороший, а вот у тебя хуже, чем должен был быть, а то у тебя лучше, чем я должен был быть. То есть каждый человек себя и остальных он судит по каким-то своим критериям, как должно быть, да? Есть люди, которые перфекционисты, у них все не дотягивают, вообще все не дотягивают вокруг, просто нет человека без изъяна для них, да? Есть люди, которые более мягкие в своих оценках, как есть известный анекдот, когда девушка парню говорит, Ваня говорит, ты вообще, ты такой, ты что не скажешь, это вообще гениально, ты такой гений вообще, Ваня, ты просто вообще там академик. Он говорит, нет, говорит, Маня, я нормальный, просто ты дура. То есть есть люди, которые друг друга, ну, других судят очень высоко, да? Есть люди, которые других судят низко, есть люди, которые себя судят очень высоко, типа, кто молодец, я молодец, кто там молодерой, я молодец, ты вертолет умеешь водить? Он говорит, я думаю, да, правда, еще ни разу не пробовал. Да, то есть это человек, который себя судит очень высоко. Но здесь Раби Шмолин обращался не к этим людям, он обращался к тем, кстати, это Тора, то есть к людям, которые суди по закону Торы, то есть это люди, которые судят других по закону Торы, то есть судьи, настоящие судьи. И он к ним обращается и говорит, убери себя отсюда, не будь судьей, то есть вообще уйди отсюда. Ахусех от Смог Минадин, он говорит, тот, кто себя убрал отсюда, он сбросил с себя вражду. Почему он сбросил с себя вражду? Представьте, два человека пришли на суд, и вы судья, вы судья, например, или кто-то судья, они между собой судятся за какую-то денежную сумму. Один другому говорит, вот, например, ко мне подошел вчера один человек и говорит, здравствуйте, типа, вот, а вы знаете такого-то? Подошел, я сидел, у меня была встреча, в одном месте, и ко мне подходит незнакомый человек, говорит, а вы такого-то знаете? Я говорю, да, знаю. Он говорит, с ним не имейте дела, он обманщик, он меня обманул, он, и он, он, типа, все время говорил, что он вас знает, и что вы, там, собираетесь сейчас инвестировать в его проект деньги. Не инвестируйте, он обманщик, он меня обманул, я могу доказать, и все. То есть, я знаю того, ну, как бы, шапочное, да, такое знакомство, ну, вроде приличный человек, этот выглядит прилично, одет, ну, так выглядит прилично, да? Ну, вот у них вражда, и если судья, таких начинают судить, то они, тот, кого судья сделает виноватым, он будет ненавидеть того, и судью, и второго. Это понятно. Значит, в любом случае, если сделать кого-то виноватым, то будет вражда на судью. Гезель. А если, например, судья, вот они пришли к суде судиться, и судья говорит, ты знаешь, ты должен ему вернуть деньги. То есть, по закону, по закону, например, вот ситуация, один человек другому занял тысячу долларов. Тот написал ему расписку, я у тебя занял тысячу долларов, обязуюсь отдать. Написал ему расписку, вот этого есть расписка. Приходит к нему через месяц, отдает ему деньги, тысячу долларов, говорит, дай мне мою расписку. Тот говорит, знаешь, говорит, я где-то ее потерял, нет у меня расписки. Потерялась она. Ну, говорит, мы же друзья с тобой, ну что, какая разница? То есть, ты мне отдал, все, считай, что проехали. Тот говорит, хорошо, и ушел. Проходит неделя. Тот ему звонит и говорит, слушай, ты мне отдай тысячу долларов. Тот говорит, я же тебе отдал тысячу долларов. Он говорит, нет, не отдавал. Он говорит, как не отдавал? Я тебе отдал тысячу долларов. То он говорит, нет, у меня есть расписка, что ты у меня занимал. А отдавал ты мне или не отдавал? Я не знаю, нет у меня денег. Причем я читал как-то историю, что была история, один из самых великих раввинов. Занял другому, тоже великому раввину, занял деньги. А тот пришел, ему отдал. Тот взял деньги. И он в это время сидел, учил Тору, и он деньги куда-то положил. И просто он в этот момент был полностью сосредоточен на изучении. А потом он забыл, и он к этому говорит, отдай деньги снова. То есть это может быть и по злому умыслу, а может быть не по злому умыслу. Допустим, это было не по злому умыслу. И тот говорит, нет, вот расписку я нашел у меня, а то, что ты мне отдавал, не помню. У него провал в памяти был в тот день. Реальный провал в памяти. Тот говорит, да как, вот там было, мужик с пальмой, все. Он говорит, я не помню, не было, я не помню. Если ты мне отдавал, почему у меня расписка? Если ты мне отдавал, почему ты у меня не попросил, чтобы я тебе написал своей рукой? Это называется шовер. По закону Тора, если расписка потеряна, то тот, кто получил деньги, он должен написать документ, что я деньги получил. И взять двух свидетелей. Потому что, если этого нету, то он сам себя поставил в эту ситуацию. Ну, допустим, не было ни вот этого вот второго документа. Ничего этого не было. И он не помнит. Тот говорит, я тебе отдавал, больше не буду тебе, значит, платить. Все. Этот взял, пошел в суд. Судья говорит, так, секундочку. Расписка есть? Есть. Свидетели, что отдал, есть? Нету. Документ, что отдал, есть? Нету. Должен отдать то, что написано в расписке. Тот отдает. Но он-то знает сам, что он отдал эту тысячу долларов. Значит, получается, тот, кто, давайте теперь поймем рабби Шмейля, тот, кто отказывается, убирает себя от быть судьей, он с себя снимает вражду. То есть, гезель, грабеж. Потому что, если этот судья сказал, ты должен отдать деньги, что думает второй? Что судья его ограбил. Потому что он-то знает, что он тысячу долларов отдал. Он же честный человек. Значит, получается, что это уже на совесть, это уже судья его ограбил. Дальше. Швад, шаф, лжесвидетельство. Значит, возьмем другую ситуацию. Тот, который деньги отдал, он на самом деле врет. Он не отдавал деньги. И тот с распиской говорит, вот расписка, а тот говорит, я отдавал, я отдавал ему деньги, он врет. Судья говорит, как же тебя проверить? А давай поклянись на Торе, поклянись на Торе, что ты отдал. А это клятва там на Торе, клятва именем Всевышнего. Тот думает, ну что для меня важнее, тысяча долларов или покляться именем Всевышнего? Думает, поклянусь. А он злодей уже такой, да? То есть, он уже как бы, теперь, значит, он идет, клянется на Торе именем Всевышнего, что он деньги отдал. А на самом деле он не отдавал. А кто его заставил поклясться? Ну, не заставил, а предложил поклясться. Судья. Получается, на ком проблема? На суде. Значит, поэтому советует Раби Ишмаэль, что то, если тебя зовут быть судьей, но есть другие судьи в этом месте. То есть, по Торе есть заповедь делать справедливый суд. Причем не просто делать справедливый суд. В Торе написано, что цедок, цедок тердов. То есть, стремись к справедливости справедливым путем. То есть, что имеется в виду? Ты не имеешь права, например, вот возьмем того парня, который деньги отдал, тысячу долларов, но у него нет расписок. Может ли он привезти двух свидетелей, своих там знакомых, подговорить, заплатить им по сто долларов, чтобы они сказали, что он деньги отдал? Если он реально отдавал деньги. Он же отдавал деньги. У него просто нет расписки. И он нанимает двух свидетелей, чтобы посвидетельствовали, что он деньги отдавал, что они видели. Не имеют права, потому что написано, к справедливости можно стремиться только справедливым путем. То есть, Тора, она говорит делать справедливый суд. Но при этом говорит Раби Ишмоль, что если есть другие судьи, кроме тебя, не будь судьей. Теперь, как это касается... А, давайте, вторая часть Мишны. А тот, кто... Гаслибо Бара. Что такое Гаслибо Бара? Это тот, кто уверенный в своих знаниях. Есть такие люди, которые говорят, да я все знаю, сейчас я разрулю, рассужу, там, я все законы знаю, я главный раввин, главный раввин города Калышева на Франковской области. И все вообще... Знаете, в Киеве три главных раввина. Нет, даже не три. Есть четыре главных раввина в Киеве. Четыре главных раввина. Каждый себя называет главным раввином всей Украины. А другой главный раввин всей Украиной и еще и городом Киевом. Там, третий главный раввин Украины среди нерелигиозных общин. Четвертый главный раввин Украины среди неевреев. Там, ну и так далее. То есть, есть люди, которые себя объявляют главными раввинами, ну, просто с огромной легкостью себя можно объявить главным раввином. И, значит, так он пишет Раби Ишмаэль. Тот, кто Гаслибо Баара, тот, кто Гаслибо, типа, уверенно угрубляет свое сердце в обучении. То есть, тот, кто говорит, я знаю простыми словами. Я знаю, я сейчас вам разрулю. Он говорит, тот дурак. Нет больше глупости, поэтому Шотэ это дурак. Нет больше глупости, чем сказать я знаю. Потому что в Талмуде написано, что Тилмат Лешенка, приучи свой язык, говорит, я не знаю. И по факту, что чем больше человек знает, тем больше он понимает, что его знания, они минимальны. В мире 250 стран. Кто знает 250 стран названия? То есть, человек даже не знает, в каком мире он живет. Что говорить? Знаете, сколько мышц у человека в теле? Там сотни мышц. Кто знает вообще этих мышц названия? Человек ни себя не знает. Ни мир не знает. Ну, то есть, нормальный человек, он знает, что он не знает. Тот, кто говорит, я знаю, значит, говорит про него Раби Шмоль, он Шотэ, он дурак. И он Раша. Почему он, это странно. Если он дурак, почему он злодей? Где здесь, то есть, если он дурак, он по глупости своей просто, ну, как бы, совершает поступки. Нет, говорит Раби Шмоль, он злодей. Почему? Потому что у него нет страха перед Богом. Был бы у него страх перед Богом, так он бы боялся бы ошибиться. То есть, тот, который, значит, есть, мы учили уже в Мишна, так, оперте, вот, что Энн Бур и Рехет. Что Бур, это бурьян такой, человек, который, ну, вообще не образованный. Он не боится греха. То есть, если бы он боялся греха, он бы сказал, а вдруг я ошибаюсь? А вдруг все-таки вот этот мой подход к жизни? Вот, как, знаете, есть люди такие, которые себя объявляют атеистами, все. Я ему говорю, послушай, ну, какой ты атеист? Ты, говорю, верующий просто человек, который фанатик такой, ну, не религиозный фанатик, а атеистический фанатик, который, в принципе, про атеиста ничего и не знает. Ты читал теорию Дарвина? Нет. Ты читал, там, какие-то варианты теории происхождения Вселенной, которых множество и которые противоречат друг другу? Я степой, смотрите. Что значит я без степы? У меня большая дипа. Вот так я буду сидеть. Люди пишут, я без степы, я степой. Вот. Так вот, значит, я ему говорю, атеисту, я говорю, ну, должно же у тебя быть хоть зерно сомнения? А вдруг ты не прав? Ты лишаешься вечной жизни, ты лишаешься божественной поддержки, ты лишаешься вообще, ну, всего, да? То есть ты просто своим фанатизмом, верой в какое-то слово атеизм, ты лишаешь себя вообще целого мира, да? И, значит, то есть поэтому объясняет Раби Ишмаэль, что он не дурак, у него нету страха перед Богом. Если бы у него был хоть чуть-чуть страх перед Богом, он бы сомневался, потому что любое знание, особенно если это знание называется теория Дарвина, которая даже не претендует на то, чтобы назваться фактом, аксиомой, даже британские ученые не доказали. То есть это просто Дарвин, один из британских не ученых, а который был когда-то вообще, он просто, ну, такой относительно неуч, тогда не было ни компьютеров, ничего. Он просто такой теоретик, знаете, теоретик Дарвин, сидел там что-то себе, выдумывал теории. Не было у него даже фактов никаких, его нельзя назвать даже британским ученым нормальным, ну, современным. Так вот, поэтому Раби Ишмаэль сказал, что тот, кто говорит «я знаю» и утверждает «я знаю», он не только дурак, ну, имеется в виду в Торе подход к жизни религиозный, а он еще и злодей, и он Гасруах. Кто такой Гасруах? И это он здесь выдает нам окончательную последнюю причину. Гасруах – это гордец. То есть, а мы уже учили, что тот, кто гордец, тот, кто слишком почитает в этом мире себя, то он вытесняет Бога. Потому что если это «я» сделал, так где здесь Бог? То есть, чем больше у человека вот этого «я», тем меньше он пускает Бога в свою жизнь. Поэтому вот эта вот цепочка из три плохих качества, да, которые приводят человека к ошибкам. Первое качество – я знаю. Второе – отсутствие страха перед Богом. Третье – это уверенность в том, что я делаю в этом мире, не понимаю, что все в этом мире делает Бог. И, значит, наоборот, Раби Ишмоль нам сказал, что не суди других людей, потому что когда ты судишь других людей, ты сеешь вражду, ты можешь своим судом, своей оценкой, своим… Даже это касается нас, простых людей, мы все время, там, друзья поссорились, еще кто-то поссорился. Все. Как только ты начинаешь разруливать, ты вражда, кого-то ограбил и кого-то заставил врать лжесвидетельство. Теперь, а какая позиция предлагается вместо этого? Была такая известная история, как-то два хасидских царя, рэбы каких-то, два хасидских рэбы очень начали друг с другом спорить. Их хасиды, это два лагеря, они просто друг с другом, если рэбы просто спорили, эти прям с друг с другом там воевали, дрались за своего рэбы, там, за мой рэбы прав, этот рэбы прав. То есть, они просто, ну, делали преступление, избивали друг друга, там, доносили на других в этот самый, в тюрьму их садили. Знаете, все любавчистые рэбы почти, кроме последнего, они какое-то время сидели в тюрьме по доносам других, ну, других же, там, их противников. Значит, и в то время был хозе излюблено. Хозе излюблено, это был такой великий, его назвали видящий излюблено. Один был раввин, и к нему приехали спросить, чью сторону он занимает в этом споре, одного или второго. Этот хозе излюблено, он им говорит, вы знаете, я вам расскажу историю. Как-то лев, как-то лев, в очень плохом настроении, с перепоя гулял, шел по лесу. Очень хмурый был лев, у него болела голова, и он плохо себя чувствовал. С перепоя он был. И он поймал, значит, волка, лев, и говорит волку, дыхнул на него, говорит, есть у меня перегар или нет? Заяц говорит, вы знаете, или земляника, или манга пахнет, не знаю, не могу понять, разобрать между земляника и манга. Лев говорит, ах ты сволочь серая, ты, что ты меня обманываешь, ты, что не знаешь, у меня перегар есть? Ты, что, врешь старю зверей? И ему тоже оторвал голову. Хватает он лисицу, на нее вдохнул, говорит, ну что, говорит, рыжая, есть у меня перегар или нет? Лиса такая, говорит, извините, говорит, у меня две недели насморк, говорит, вообще не знаю, вообще ни запахом не различаю, ничего. Две недели насморк, запахом не чувствую. И так им ответил Хозе из Люблина. Он говорит, куда вы лезете? Один цадик, второй цадик, у них расхождение, они друг с другом не дерутся, у них есть какое-то непонимание позиции друг друга. Куда вы лезете, того осуждать, того осуждать, про этого рассказывать, про этого и сказывать. Занимайтесь собой, занимайтесь собой, занимайтесь своей жизнью. Мы уже учили в Перте, вот что, мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. То есть, когда мы судим кого-то, надо всегда помнить, что, скорее всего, нам показывают ту ситуацию, в которой мы были неоднократно, или же были однократно. Но для того, чтобы с неба определить, какой мерой судить нас, нам показывают, чтобы мы осудили других. И тот, человек, который судит других жестко, он себе устанавливает жесткую меру суда. Тот, который судит мягко, мягкую меру суда. Тот, который не судит, он говорит, я не судья другим, я не знаю. Учили мы, опять же, в Перте, вот если повторить первую главу, то говорил Гилель. Он говорил, аль тадинет хавереха адши таде ле макумо. Не суди ближнего, товарища своего, пока ты не попадешь на его место. Ты не знаешь всех обстоятельств дела. Ты не знаешь, как вообще, что он думал, что его заставило, какое у него намерение. А может, что у него там какая-то длинная комбинация, и он сейчас под прикрытием работает, и он именно специально сейчас выполняет задания по разоблачению банды наркоманов, там, я не знаю, или наркоторговцев. А ты думаешь, что он сейчас преступление совершает, или там жена, например, думает, что муж ночевать не пришел, и его в чем-то подозревают. А может, он задание выполняет рабочее какое-нибудь. И вот с работы ему дали задание, или там Равин его послал на ночную молитву. В общем, друзья, хорошего дня. Вообще лучше не судить. Все, лучше не судить, лучше заниматься собой. И собой тоже надо заниматься мягко, потому что нам говорил Раби Шимон Бенатенель, что Альтия Раша, Бифнея Цмеха, не будь злодеем в своих глазах тоже. Есть люди, которые себя очень жестко судят. Все. Всем хорошего дня. Я считаю, что все, кто приходят на урок, все цадите, все в душе праведники, у всех в душе прям есть божественная душа, связь с Богом. И все стараются. Вот я считаю, что, слава Богу, лучшие люди Рунета, они собрались на этом уроке. Поэтому давайте распространять влияние Ваикры, чтобы Ива звал Бог. Есть много других уроков. Приходите, пожалуйста, на другие уроки тоже. Читайте статьи. Есть прекрасные статьи на портале. Уже больше ста равинов пишут статьи. И все. Всем удачи, успехов. Давайте распространять божественный свет в мире. Все. Всем пока. Напишите свои выводы, пожалуйста. Напишите свои выводы. Если учился для того, чтобы обучать и делать, тогда будет удача и благословение и в обучении, и в делании. Поэтому обязательно напишите свои выводы, что вы собираетесь сделать. Все. Всем пока. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok